Добрый день уважаемые коллеги, это обзор рынка под компанией Техмилы с именем я Артур Изятурин. Началась новая торговая неделя и движения на рынке, которые мы наблюдаем, они не отличаются каким-либо энтузиазмом. Значит валютный рынок у нас в целом показывает сегодня спокойную динамику, мы видим, что по основным у нас варам движения небольшие, основные валюты против доллара показали незначительный рост, индекс доллара у нас снизился на чуть более 0,1%, а на прошлой неделе внимание рынков, внимание инвесторов привлекло движение на рынке казначейских облигаций, если вы помните у нас тогда сильное изменение в доходности произошло, а значит доходность с десятых получается числа примерно оттолкнулась от уровня в 0,5% и выросла она у нас буквально за неделю. Уперлась она в потолок в 0,7%, но чуть больше получается. И вот получается с новой недели она перешла в такую вялую коррекцию, она движется по наклону здесь кривой. Вместе с этим, как вы помните, у нас корректировалось золото, если мы посмотрим на динамику, там тоже очень сильная коррекция произошла, совпала она с движением в доходности казначейских облигаций, то есть продавали получается и казначейские облигации, продавали получается и золото, то есть продавали в общем защитный актив, вот такая у нас тенденция на рынке преобладала на прошлой неделе, сейчас, как мы видим, постепенно это движение нанося исчерпало, наблюдается движение обратное. Значит, на этой неделе контекст для торговли задают позитивные отчеты с прошлой недели, именно задают контекст, я бы назвал состояние такой, подвешенность, состояние неопределенности. Так все-таки, почему это нужно связывать с позитивными отчетами? Ну, сначала давайте обратить внимание, что же у нас произошло в прошлую пятницу. Мы обсуждали на прошлой пятнице с вами отчет по розничным продажам в США, это очень сильная порция данных по американской экономике, которая нам о многом говорит. Значит, как мы видим, у нас произошел достаточно существенный рост, если исключая некоторые волатильные товары, волатильные продукты, рост у нас состоял от 1,9%, что значительно выше прогноза, месячный рост у нас чуть-чуть не оправдал ожидания, но это широкий показатель, который включает вот товары, у которых цены сильно изменяются, да, и вот они, получается, сделали свой вклад. В целом, если мы говорим о вот таком тренде, именно потребительских трендах, которые у нас присутствовали в июле, то вот по этому индикатору, тот, который исключает вот автомобили, получается, да, цены на автомобиль вообще не включаются, получается, в расчет этого показателя автомобиля, мы видим, что месячный рост состоял на целый 0,9%, это, получается, данные за июль. Также у нас вышел отчет от университета Мичиган по потребительским настроениям, по потребительской уверенности, видно, вот, вот, также у нас здесь рост по некоторым показателям произошел. По инфляционному ожиданию, я вот заострял внимание на этот показатель, если он ускоряется, у нас начинается сразу вот эта история с реальной доходностью, да, она у нас вновь попадает во внимание рынков, под рыночный радар выпадает, но не произошло ускорения инфляционных ожиданий у нас в населении, да, было 3%, и осталось, получается, 3%. Вот, в целом, о чем эти данные говорят? Эти данные позитивные говорят, что этот импульс восстановления, который у нас после снятия локдаунов, после вот этих ряда вот этих фискальных стимулирований произошел, вот этот импульс восстановления, он у нас сохранился в июле. И так как у нас сейчас истекли, получается, основные программы в США по страхованию доходов, поддержке потребления, они, получается, истекли в конце июля, происходят у нас сейчас в США усиленные премии, переговоры между республиканцами и демократами, какой должен быть размер нового реформы, новый размер фискальной помощи, как эти средства направить. Ясно, что у обоих партий цель одна – это максимизировать свою политическую выгоду от нового раунда фискальной помощи перед выборами. То есть для них, для каждой партии важно каким-то образом потратить средства, а так, потратить эту фискальную помощь таким образом, что понравится своему электорату, получается. Они преследуют выгоды, и поэтому они требуются время, им свойственно вступать в долгие утомительные переговоры, в торговлю, в поиск компромиссов, чтобы выработать некоторый такой пакет, который бы удовлетворял интересы обоих сторон, политические выгоды представлял для обоих сторон. Тогда сделка, фискальная сделка, новая фискальная помощь, она будет одобрена. Но это занимает время. И то есть, если время позволяет вести эти переговоры, они будут этим заниматься, они будут перетягивать, получается, канаты, что мы и наблюдаем. Так вот, позитивные отчеты, которые мы получили на прошлой неделе, non-farm pay rose, у нас сильный вышел, розничные продажи у нас вышли сильные, они, получается, дают, грубо говоря, предлагают основные, самые важные ресурсы для ведения переговоров. Это вот это время, когда у нас экономика растет, получается. И впечатление вот этой стабилизирующейся обстановки. Если у нас есть впечатление, что обстановка стабилизируется, естественно, политиков так просто уже нельзя обвинить в бездействии, то, что они затягивают переговоры, когда экономика чахнет, нужно действовать, нужно предпринимать усилия, но задействовать быстрее, давление на них ослабевает, и поэтому они дольше могут перетягивать, получается, вот этот канат фискальной сделки, чтобы вот более выгодной получается для каждой партии как бы, ну, найти вот то, как будут потрачены, как будут из расходов на эти средства основной фискальной помощи. Вот, и как бы, да, позитивные вот эти отчеты по экономике, они, получается, оттягивают этот процесс, оттягивают процесс переговоров, потому что, ну, каждая партия считает, что есть время, есть еще возможность провести переговоры, потянуть немножко время, получается, чтобы выгодить для себя какой-то вот важный, нужный компромисс, да, который будет заключаться, как будут более выгодно потрачены вот эти средства, вот эта фискальная помощь, да. Вот, и вот такая, такая вот тревожная пауза, которая сейчас образуется у нас в переговорах по новой фискальной сделке, вот эта тревожная пауза, она, на мой взгляд, увеличивает шансы на коррекцию, получается, по золоту у нас, да, несмотря на вот этот рост, который мы сейчас наблюдаем, этот коррекционный откат внутри вот этой коррекции, да, он может оборваться, и вот как раз-таки на фоне того, что вот эта пауза, вот эта неразрешенная ситуация с фискальной, с фискальной помощью, да, ну, потому что они могут договориться, она у нас была драйвером, ну, вот, ожидания фискальной новой сделки, они были драйвером роста золота, ну, потому что это означает, как бы, большая активность казначейства в плане выпуска, в плане выпуска облигаций, поступления, да, вот предложения на рынок, активность ФРС по выкупу этих облигаций, по сдерживанию доходности, да, и, соответственно, это означало бы, как бы, рост других альтернативных защитных активов, в том числе, получается, и золото, вот, но, так как у нас тревожная пауза, вот эта появляется по фискальной сделке, есть, вот, увеличиваются, на мой взгляд, шансы, вот, этой коррекции вниз, вот, до уровня, хотя бы, в 1900 долларов за тройку, с которой, ну, там уже можно будет говорить о покупках, поэтому, вот, растет такая угроза этой коррекции, поэтому нужно быть осторожным, если вы хотите, войти в лонг, получается, по золоту, я бы, на самом деле, сейчас не торопился тогда делать, все-таки дождался бы вот появления вот этой информации, получается, больше деталей, больше подробностей, потому как даже все-таки в США придут к согласию две вот эти обе партии, получается, когда, ну, хотя бы примерно ориентир, когда можно ожидать заключения фискальной сделки, вот, я бы дождался все-таки этой информации. Значит, если мы говорим о розничных продажах, да, ну, мы же, мы, получается, уже обсудили, да, вот, был очень сильный у нас рост, в контрольной, получается, группе, за исключением автомобилей, также у нас был рост, и очень важный элемент, что нужно подчеркнуть по розничным продажам, значит, в денежном выражении объем розничных продаж, он восстановился у нас уже до февральского уровня, который, ну, как бы, условно, считается докризисным. И это вот психологически и в целом вот такая впечатляющая динамика, да, вот в июле, получается, она, ну, для кого-то, да, может представлять собой, как бы, как сигнал того, что, возможно, действительно восстановление уже началось, как бы, приобрело некоторую самостоятельность, может быть, фискальная сделка, она не потребуется, и это впечатление, оно может быть заразительным, и политические партии США могут также задуматься, все-таки, может быть, стоит сократить объем, да, потенциальной помощи, потому что непонятно, ей вот есть восстановление, сколько оно еще продолжится, да, потому что задаются у нас пессимистичные оценки, но вот четко, четко видно, четко можно проследить, что сюрпризы в данных, которые мы получали за май, за июнь, за июль, они вот прям последовательно, они вот уже систематически превышают, получается, они систематически позитивно, они превышают, получается, консенсус, то есть все оценки за май, июнь, июль, они были более пессимистичными, чем актуальные данные, и это, конечно же, вот создает, может создать впечатление, что как бы недооценивают потенциал восстановления, недооценивают траекторию вот этого восстановления, и как эксперты, так и рынок. Вот, но все равно, так как у нас истекли, получается, программы поддержки потребления в США, истекли программы страхования доходов, истекли в конце июля повышенные поставки по безработице, дальнейшая динамика восстановления и потребительских расходов, в том числе, она вызывает беспокойство, у нас потребительская уверенность, ну вот не по этим метрикам, по другим, да, значит, она начала снижаться, как бы другие из альтернативных данных, которые показали снижение у нас, получается, в июле потребительской уверенности, мы это обсуждали в предыдущих обзорах, и вот также у нас есть более частотные, вот такие высокочастотные индикаторы, они у нас рассчитываются по данным отдельных предприятий, да, по тому, как они публикуют новые вакансии, какая у них выручка, да, там, и так далее. Значит, эти альтернативные данные, получается, они показывают, что в августе у нас потребительские расходы, на ваших экранах представлен вот этот график потребительских расходов США, эта динамика относительно, получается, января 2020 года, восстановление относительно января 2020 года. Вот видно, что, получается, с начала июля и весь этот период июля у нас плата, да, как мы видим, восстановление вышло на, вошло в фазу плата, и вот затем динамика потребительских расходов, она у нас перешла, получается, в августе снижение. И это четко отражает тот факт, что у нас подошли, получается, к концу вот эти программы страхования доходов, повышенные пособия по безработице, и у нас действительно происходит, получается, снижение потребительских расходов, и август уже не будет все-таки, скорее таким удачным, да, как июль, да, вот в плане занятости, в плане данных по занятости, в плане данных по потребительским расходам, и это нужно, как бы, ну, учитывать сейчас в оценке перспектив. Вот, что еще, да, почему все-таки стоит ожидать вот эту фискальную сделку, почему она будет все-таки заключена, это такие, так сказать, сигналы, которые не обманывают, которые не вводят заблуждений, это у нас динамика потребления нефти. Если мы обратимся к косвенным показателям того, как у нас снижается, получается, запас, и как у нас сокращается этот переизбыток нефти, то в качестве этого показателя, вот в качестве измерителя, да, вот того, как все-таки у нас сокращаются запасы, мы возьмем так называемые временные спреды, это разница между у нас контрактами более дальних поставок по нефти и контрактов с более ближней датой поставки. В данном случае мы берем разницу между ноябрьским контрактом по бренд, получается, по сорту бренд, и октябрьским контрактом по сорту бренд, и вот видно, да, то, что когда у нас был переизбыток, получается, у нас временной спред, то есть разница между этими двумя контрактами, она у нас вот здесь росла. Потом, когда ОПЕК у нас начал принимать там меры по сокращению поведения квот, по ограничению производства и так далее, у нас этот спред начал снижаться, и затем, как мы видим, когда ОПЕК начала постепенно у нас эти квоты поднимать, да, получается, постепенно восстанавливать производство, да, но это она делала очень планомерно, видно, что этот спред пошел вверх, и это также усиливалось тем фактом, что на самом деле у нас динамика сокращения запасов нефтяных, она у нас постепенно становится менее-менее позитивной, это вот как раз-таки можно сделать вывод из динамики вот этого спреда, он у нас, получается, достиг примерно максимуму с конца мая, то есть метода динамика, мы это, значит, не видели, получается с конца мая, и это вот говорит о том, что постепенно снижение запасов, снижение этого переизбытка нефти, спрос получается на эту нефть, с другими словами, да, он у нас постепенно остывает, да, замедление у нас происходит в снижении запасов, это, конечно, негативная динамика, это говорит о том, что замедление экономики, оно, естественно, происходит, ну, мы как бы связываем это именно с тем, что потребительские расходы в США и, в общем, как бы рост экономики США замедляется, и это в том числе проявляется на том, как у нас изменяется динамика спроса, получается, на нефть, она у нас, как мы видим, из вот этого индикатора, да, из современного спреда, получается, между контрактами, и динамика у нас постепенно переходит в негативную, это как бы нужно иметь в виду, и это еще раз говорит о том, что фискальная сделка, да, о которой должны договориться республиканцы и демократы, она у нас должна будет одобрена, но вот неизвестно, получается, когда. Единственное, вот эта неопределенность, когда же это произойдет, может быть, это произойдет даже в сентябре, получается, может, не затянут настолько долго, что это в сентябре у нас произойдет. Единственный момент у нас порождает вот такой, как я уже сказал, шанс, такой ситуации, где у нас золото может кратковременно, получается, скорректироваться до уровня в 1900 долларов, и потом уже можно будет дальше оттуда рассматривать рост. Вот. Это все, о чем я сегодня хотел вам рассказать. Если у вас какие-то вопросы или комментарии, пишите, делитесь своими мыслями. Если вам понравилось это видео, вы можете отблагодарить меня, поставив лайк. Вот. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся на среду. Продолжение следует...